в казахстане заканчивается карантин снят режим чп в компаниях началось сокращение и многие люди к сожалению остались без работы но стоит ли искать очередной спасательный круг просто для того чтобы выжить или настала наконец пора найти работу мечты и жить в удовольствие о том как это сделать мы поговорим сегодня с психологом лилии мустафиной добрый день лилия здравствуйте я так понимаю что чтобы найти работу мечты нужно понять для начала чего ты на самом деле хочешь а вот как это понять да спасибо за этот вопрос это очень важный вопрос на самом деле к психологам когда приходят клиенты большая часть запросов именно об этом либо они возникают в ходе в ходе разговора с человеком он не знает кто он и куда ему дальше двигаться и с этим мы работаем за причиной на самом деле нужно идти в детство тогда когда ребенок по какой-то причине выключил свое тело когда человек не знает чего он хочет это говорит о том что он не считывает импульсы своего тела это происходит тогда когда ребенок хочет чего-то ему запрещают говорят допустим ту же самую манную кашу он не любит а ему пихают да и вот он не может сказать что мам я не хочу или одевать детский сад эти колготки натягивают да и он не может мама ругается пошли быстрее и он выключает свое тело потому что в этом теле ему ком не комфортно и он понимает что что-то с ним не так либо ребенок в детстве получал много наказания и он тоже выключает сигналы своего тела он себя не слышит чем это опасно это опасно тем что человек когда становится взрослым он даже порой не понимает голоден ли он у него просто болит голова а выясняется что он полдня ничего не ел вслед и он просто голоден но он не считывает сигнал своего тела настолько себя не слышит настолько себя не слышит к сожалению но есть одна хорошая новость все это поправимо и все это можно исправить в любом возрасте я всегда говорю что ничего не поздно исправить даже сам в самый последний момент как-то из твоей жизни для этого нужно несколько раз в день останавливаться и просто говорить себе так стоп что сейчас со мной происходит и направлять свой взор внутрь себя как бы заниматься такой интроспекцией исследованием своего тела начиная от кончиков пальцев до макушки головы до понимать что происходит какие сигналы отправляет мне тело где мне дискомфортно и потом второй вопрос чего я хочу чего я хочу съесть это начинается с малого что я хочу одеть что мне нравится что мне приемлемо что мне неприемлемо человек в делает выбор маленькими маленькими шагами он учится он знакомится со своим телом заново вот например человек уже определился со своими целями и желаниями но ведь это не гарантирует того что он будет высокооплачиваемый и успешный в той сфере которую он выбрал то есть как найти эту сферу пересечения и денег и интересов согласно не вне всякий человек который находит себя может на этом заработать поэтому нужно для того чтобы понять где ты хочешь быть и кем ты хочешь быть совместить несколько сфер то что я люблю то что я умею то что за то что платят деньги это что нужно общество в данный момент то есть на пересечении всех этих четырех сфер находится то что называется твоя работа знаете у японцев есть такой термин икигай это как бы миссия моя на этой земле да и вот этот икигай складывается как раз на пересечении этих четырех сфер вот если ты это поймаешь ты найдешь что у тебя не будет никаких сомнений о том что это твое у тебя внутри зажгется солнце от которого у тебя будет просто огромный прилив энергии и ты поймешь что это то и за это тебе платят плюс когда ты находишь эту работу забудь про деньги забудь про деньги и работой для себя и тогда деньги придут сами по себе потому что если человек начинает искать по искать работу в поисках денег то это принесет ему только нервная нервно-психическое выгорание то есть деньги не должны быть целью нет поговорим о поиске работы человек пишет резюме что в нем такого указать чтобы выделиться из множества претендентов или указать в сопроводительном письме к резюме ну первое чтобы я порекомендовала чтобы это резюме было написано под конкретного работодателя чтобы оно не было таким холодным со строчками хронологии там тут родился тут пошел в школу это холодное резюме такое бездушное когда идет поиск вакансий да на предприятии конечно их там надо понимать что очень много этих резюме там может быть несколько десятков может быть несколько сотен твое резюме должно быть написано так чтоб работодатель его взял в руки и понял что это он ждал и искал этого человека всю свою жизнь но опять же там должна быть только правда для этого нужно ознакомиться с тем что работодатель делает что для него важно его ценности узнать и вот под них как-то да составить так резюме чтобы они что как будто бы ты все время только и жил и учился для того чтобы работать у них а зарплату нужно указывать обязательно зарплату указывать обязательно нужно я это всегда советую почему потому что человек уверенный в себе профессионал он должен знать свою цену и работодатель видя эту видя эту это резюме эту вакансию тоже должен знать что человек себя ценит не просто возьмите меня за сколько за сколько хотите нет так не пойдет нужно указывать свою цену как же момент договоренности вот например соискатель указал сумму 500 тысяч тенге а при этом возможно работодатель готов такую сумму дать но он еще не видел этого соискателя и это вот надо как-то посмотреть в процессе собеседования то стоит ли в таком случае указывать заработную плату может быть стоит написать по договоренности и там уже показать себя на собеседовании и потом уже дожать эту сумму я бы советовала сразу внести элементы конкретики чтобы опять же эта сумма должна быть заоблачно нужно изучить рынок до средняя зарплата в вашем регионе по вашей по вашей специализации должна быть такой уместный скажем так а как произвести тогда хорошее впечатление на собеседование какие есть ошибки в поведении хороший вопрос спасибо на самом деле ошибки есть и часто встречающиеся например когда человек пришел искать работу и сконфужен не уверен в себе как-то зажат когда он говорит много частиц не допустим и слова нет кстати слова нет она может даже в таком контексте как слова паразит ему ему значит задают вопрос справишься ли ты нет но я попробую вот это вот слово нет это слово паразит этого это нужно прямо отсканировать себя свою речь исключать эти слова она сразу западает к работодателю в голову и он думает что нет и создается такое а тебе негативное такое впечатление и вот эти частицы не допустим знаете ли вы эту сферу не надо говорить нет или я не думаю или я не уверен вот это вот слова слова неуверенности в себе не уверен не знаю вообще исключить нужно эти слова заменить другими фразами допустим знаете мне нужно две недели чтобы я это успел все ты сказал то же само только другими словами и без частицы не совсем другой посыл произвел ты на работодателя и конкретик когда здесь важно в две недели 3 недели чтобы там уже в зависимости от schedules от контекста в зависимости от контекста от специализации от ситуации а какие еще есть ошибки ошибки когда Да, допустим, надо понимать, что ты приходишь на собеседование, там тебя встречает либо руководитель, либо руководитель департамента HR, они смотрят на тебя с ног до головы с момента, как ты заходишь в компанию. Опять же, дресс-код немаловажен, да, если ты пришел в какую-то коммерческую структуру или банк, неуместно будет, если ты будешь в спортивном костюме или в рваных джинсах, да, или наоборот, если ты приходишь в фитнес-центр, и ты в деловом костюме. Тут нужно просто соотносить свой внешний вид, это очень важно. Второе, на тебя смотрят пристально, постоянно, и опытный руководитель HR-департамента, он моментально считывает все твои невербальные сигналы. Поэтому нужно смотреть не в пол, смотреть в глаза, стараться, чтобы взгляд у тебя не бегал, да, вот так вот везде не бегал, это признак неуверенности. Вот, говорить на вопросы четко, ясно, и самое главное, не пытаться произвести такое наигранное, хорошее впечатление, нужно просто быть собой. А как отвечать на вопросы о прошлой работе? Ну, знаете, я всегда за правду. Если правда неприятна и не хочется об этом говорить, лучше сказать, я не хочу затрагивать эту тему, потому что никогда нельзя говорить плохо о своем прежнем работодателе. Это закон, это запрещено. Потому что если он говорит плохо о прошлом работодателе, то он может сказать в будущем и об этом работодателе плохо. Возможно, и скажет. Возможно, и скажет, да. Если потенциальный работодатель в итоге не перезвонил, что делать? Я советовала бы позвонить, напомните себе один раз, потому что, возможно, твое резюме потеряется просто. Бывает и такое. Один раз позвонить, напомните себе, и этого достаточно. Это не будет считаться назойливостью, какой-то неуверенностью в себе? Нет. Это не будет считаться назойливостью. Просто вы будете спокойны, что вы можете вам там отказано, и вы можете искать новую работу. Опять же, когда идешь на собеседование, нужно вести себя так, как будто бы это не последняя твоя работа, соломинка, за которой ты схватился. Но нужно понимать, что тебе, возможно, и откажут. Нужно, чтобы у тебя было где-то в плане еще 2-3 посещения каких-то компаний. Чтобы не зацикливаться на одной. Нет, потому что в глазах у тебя тогда будет мольба, просьба о помощи, а ты должен вести себя с достоинством. Человек устроился на работу. Что нужно ему сделать в первые рабочие дни? Как выстроить отношения с коллегами, с начальством? Как социализироваться? Ну, если уж так повезло, уже ты устроился на работу, то нужно понимать, что сотрудники, с которыми ты работаешь, руководство, это тебе не враги. Это люди, с которыми ты будешь проводить 8 часов в день, как минимум 5 дней в неделю. Это твои друзья, коллеги, соратники. Поэтому нужно вести себя максимально корректно, дружелюбно и не агрессивно. Не нужно, как сказать, заискивать там как-то вот так вот, ну, чтобы от тебя не исходило ощущение того, что ты не уверен в себе. Ты такой же сотрудник, и ты принесешь доход компании. Все. При этом часто бывает, что с коллегами вот новые работники начинают делиться какими-то секретами из личной жизни, не из личной жизни. Вот это вот можно допускать? Или все-таки коллеги, это такие люди, с которыми ты должен соблюдать субординацию? Очень часто бывает такое, буквально в первые недели начинаются вот эти сплетни. Сразу пресекать. Вот прямо советую сразу пресекать, это не слушать, потому что это вопросы личных границ. Есть такое понятие личные границы, где я знаю, что вот до этого момента я вопросы пропускаю, а дальше я вопросы уже не пропускаю. Допустим, что касается меня, я знаю, что это мое личное интимное пространство, которое человек может просто проверять, не зная того, задавать такие вопросы. Допустим, приведу пример, женщина не может родить ребенка, для нее болезненный вопрос. А что такого для другого спросить, а сколько у вас детей? Эти вопросы для нее очень болезненные, но коллега этого, к сожалению, не знает, и даже не представляет, что вопрос этот касается его личных границ. Эти вопросы прямо нужно сразу, не оправдываясь говорить о том, что я не хочу говорить на эту тему, извините. А если сам новый сотрудник приходит на новую работу и начинает делиться секретами, потому что, я так думаю, он испытал некий стресс, хочет как-то сблизиться с коллегами, и у него в голове нет другого выхода, как не иначе, как делиться секретами и какой-то информацией своей личной. Это говорит о его личной неуверенности в себе и способности вот таким способом влиться в доверие. Ну, я считаю, что это недопустимо. А какие тогда вот есть оптимальные способы, чтобы вот сразу наладить хорошее отношение? То есть это, я не знаю, принести там в первый день каких-то гостинцев, как-то со всеми сразу наладить какой-то контакт, или, может быть, устроить какой-то вечер или день более личного знакомства? Вот как это должно проходить? Знаете, это на усмотрение самого человека. Если он принесет вот этот, грубо говоря, торт с достоинством, там, ребят, я вот хотела вас угостить, это будет смотреться очень даже гармонично, да, это будет вписываться. Это можно даже не в первый день сделать, в первую неделю. Если он придет с таким вот с поникшими плечами, боится поднять глаза и принесет этот торт, это будет считываться совсем другая информация о человеке. Самое главное всегда нести свое достоинство, знать, что ты профессионал, и что ты достоин того, чтобы к тебе обращались по-человечески. То есть вот этот внутренний сержень, как его не скрывай, ну, не скрывая его отсутствие, все равно все станет явным? Совершенно верно, потому что через невербалику мы получаем от 60 до 80% информации о человеке. Все остальное это эмоции и слова. Пусть даже человек не так психологически образован, все равно он как-то считывает, да, автоматически? Любой человек это считывает. Любой человек, а не говоря уже, когда ты идешь на собеседование, и с тобой разговаривают профессионалы, которые нанимают тебя на работу. А если случился конфликт на работе? Такое тоже возможно, и такое часто случается. Значит, когда ты понимаешь, что конфликт интересов, и ты уже не можешь с этим мириться, да, ты наступаешь себе на горло, тебе нужно просто об этом сказать. Но не в такой форме, что как ты себя ведешь. То есть как ты себя ведешь, да. Себе надо говорить, да. Нужно говорить, да, совершенно верно. Нужно говорить, знаешь, мне не нравится, что у нас происходит. Нельзя об этом молчать. То есть это нужно постоянно проговаривать. Когда ты молчишь, у тебя накапливается агрессия, и ты вольно-невольно ее начинаешь проливать на этого человека. Это в виде каких-то резких слов, каких-то резких движений. Да, всего чего угодно. Это резкие слова, движения — это одно. Если вы с этим коллегой как-то связаны по работе, то это может сказаться на вашей работе. А если конфликт случился с начальством? С начальством конфликтовать я не советую. Но если уж... А как же отстаивать свои интересы? Вот, например, начальство бывает неправо. Это факт. И работник, который себя ценит, он доказывает свою правоту, но начальство с ним не согласно, и случается конфликт. То вот как все-таки здесь поступать? Здесь нужно понимать, что если я иду на конфликт с начальством, то я должен быть готов к тому, что я напишу заявление об увольнении. Если ты не можешь терпеть начальника, то это вопрос к тебе, да? Может быть, даже это не твой начальник. А так любой конфликт можно разрешить словами. Можно рационализаторскими предложениями мягко как-то порекомендовать вот так вот, изменить ситуацию таким образом или таким. Если ты уже знаешь, что уже все нет, тогда ты, значит, не сможешь там работать. Ты просто это понимаешь. А как просить повышения? А повышение просить нужно. Но только если ты знаешь, что ты можешь доказать своему руководству, что ты вложил очень много сил, какие-то задачи решил, повысил производительность труда, принес доход в эту компанию, можно просить его зарплате. Но это нужно делать в третьем-четвертом квартале, как правило, года, когда бюджет формируется руководством на Новый год. В начале года никто этого не делает. Опять же, если человек просто работает и ничего больше не вкладывает, просто работает в волне своей функции, но он не участвует в жизни коллектива, он на обучающей тренинге смотрит свысока, что я уже все умею, не надо меня учить, то о каком повышении может идти речь? А так, на самом деле, есть такая пословица, пока дитя не плачет, мать не разумеет, руководство не поймет, что тебе нужно повысить зарплату, пока ты сам об этом не скажешь. А как это сделать? Как сказать? Допустим, если, допустим, ты принес какую-то прибыль компании, нужно это доказать, принести документы, обычно бывают какие-то планерки, разборы полетов и прочее, и сказать, что я вот в этом месяце или в этом квартале достиг таких-то результатов, и могу ли я рассчитывать на повышение своего оклада? Или, допустим, если тебе дают какую-то новую должность или расширять твои полномочия, ты понимаешь, что ты будешь, что засиживаться больше на работе, ты должен тоже об этом как-то сказать, так, что моя эффективность будет повышена на процентов на 30-40, там как ты чувствуешь, как это отразится на моем окладе. А как вести себя на корпоративе? На корпоративе, на корпоратив входить надо, во-первых, хочу сказать. Корпоративы придуманы для того, чтобы коллектив, во-первых, общался больше в такой неформальной обстановке, более раскрепощался, и здесь дело индивидуальное, у каждого человека своя норма должна быть алкоголя, если мы уж об этом поговорим. Допустим, я знаю, что вот у меня такая норма, все, я больше этой нормы не выпиваю, потому что всем известно, что алкоголь меняет психику человека, он ее не сможет контролировать в любом случае. Поэтому ходить надо, но вести себя нужно достойно и знать свою норму. А, например, человек нарушил эту норму, например, у него нет стопа, и случились, да, там какие-то некоторые события на корпоративе, то как вести себя после корпоратива? После корпоратива? Сделать вид, что ничего не было? Абсолютно, абсолютно нормально, спокойно, как будто ничего не было, все. И с теми, с кем ты был на корпоративе на «ты», и с ними снова на «вы». Естественно. А если это индивидуальный предприниматель, который работает в одиночку чаще всего, то как ему справиться с нехваткой коллектива? На самом деле здесь все зависит от индивидуальных психологических особенностей человека. Если, допустим, это интроверт, ему будет очень комфортно быть одному. Ему не нужно будет никакое общество, он не будет его искать, он найдет это в соцсетях, он будет там… Этот вопрос даже просто не встанет. Если это экстраверт, он может найти массу способов после рабочего дня найти себе компанию. Я думаю, это так. Могут ли быть такие случаи, точнее наверняка такие есть случаи, когда это экстраверт, но при этом он просто не умеет работать в команде, поэтому он работает в одиночку. То что ему делать? Все-таки дальше продолжать работать в одиночку, потому что сам хорошо не сделаешь, никто хорошо не сделает, либо же все-таки учиться работать в команде. Тогда вопрос к этому экстраверту, почему я не могу работать в команде. Ему нужно просто задать себе этот вопрос. Если он не может, это ответное дело. Порой бывает на себя посмотреть очень болезненно. Нужно обратиться к специалисту. Что со мной происходит? Сам он не сможет решить это? Если, допустим, он будет изучать литературу, он все равно придет к тому, что нужно обратиться к специалисту. Ваши финальные рекомендации по поиску работы мечты? Первое, с чего я хотела бы начать, это научиться подружиться, познакомиться со своим телом, с импульсами, которые оно дает, для того, чтобы четко понимать то, что мое и то, что не мое. То, что я хочу и что для меня неприемлемо. Это первое. Когда придет такое понимание, придет осознание того, чем я хочу заниматься. Чем я хочу заниматься, и вот только этим я хочу заниматься. И тогда нужно будет изучать, что на рынке предлагается из того, что я люблю, из того, что я умею, то, что нужно для общества, и работодатели готовы за это платить. И самая главная рекомендация всегда быть самим собой. Сохранять свое достоинство, уважая при этом своего руководителя. И своих сотрудников, с кем ты будешь работать, тоже нужно уважать. Потому что если ты уважаешь себя, то ты будешь уважать того, кто рядом с тобой. И держать норму алкоголя на корпоративе. Да, это безусловно. Это была психолог Лилия Мустафина. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok